МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...всех работодателей с точки зрения социальной ориентированности, в том числе, чтобы у нас была забота о человеке, чтобы мы дошли до каждого и никого не оставили без внимания. Нам необходимо стимулировать работодателей к привлечению на работу выпускников, причем не только высшего образования, но и после окончания и получения среднего образования. Центры занятости уже работают по методу открытого отбора. То есть работодатели могут знакомиться с претендентами на вакансии на семинарах, а не только на собеседованиях. Специалисты центров занятости помогают соискателям не переживать и представлять себя в выгодном свете. Также они работают и с начальниками предприятий. Вскоре за кадровой обстановкой будет следить трехсторонняя комиссия. В ней будет задействован аппарат правительства, директора предприятий и активисты профсоюзов. Также рабочими делами занимается комитет лидеров. Данный комитет – это трансформация Совета лидеров по обеспечению кадрами отраслей экономики, который начал функционировать у нас с прошлого года. Мы три заседания провели, активную заинтересованность, работодатели в таком взаимодействии увидели. Управление Федеральной службы судебных приставов и Агентство трудовых ресурсов заключили соглашение. Теперь приставы будут присылать кадровикам информацию о безработных плательщиках элементов. Службы занятости, в свою очередь, помогут этим людям найти свою работу и стать законопослушными гражданами. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.